Вы представите, имя, фамилия и должность? Тиняев Сергей Александрович. На данный момент депутация, это депутат Водинцовского городского округа. На момент увольнения Потупчука и назначения Гаврику Константина Ивановича, исполняющего обязанности руководителя администрации, был главой сельского поселения Барвихинской. То есть это вы как раз, получается, увольняли и назначали? Ну, увольнял я Потупчука, должности исполняющего обязанности руководителя администрации, и назначал Гаврику Константина Ивановича. Все эти распоряжения были потом подтверждены решениями Совета, который состоялся на следующий день. Почему вообще сейчас сложилась такая ситуация, что пытаются оспорить законность этих решений? Власти не нравится, что мы сняли Потапчука районный. Почему? Он был поставлен от них, навязан нам в марте 2016 года, причем незаконно его назначили. Есть заключение юридическое о незаконном назначении Потапчука на должность заместителя руководителя администрации. За ним числится очень много нарушений, подозрений в хищении бюджетных средств. Проверка проводится уже полтора года по поводу хищения 16 миллионов. Все никак не закончится. То есть УБЭП все время выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И прокуратура с той же настойчивостью эти отказы отменяет и требует продолжить проверку. В конечном итоге просто все скопилось и было принято решение его уволить. Но получается за ним кто-то стоит из Одинцовской администрации, правильно я понимаю? Да, все может быть. Ну раз так лоббирует его нахождение на должности. Да, нельзя исключать. Как вы видите сейчас ситуацию, которая сложилась и ее разрешение? Я так думаю, в конечном итоге все кончится судом. Как суд решит, так оно и будет. А как Дмитрию Николаевичу в понедельник приступать к работе, если его будут не пускать на рабочее место? Что вообще происходит в самой администрации? В администрации прежний руководитель не выдает нам учредительные документы, для того, чтобы переоформить все, внести запись в ЭГРЮ, что у нас теперь новый исполняющий обязательную руководитель администрации, это Гавриков Константин Иванович. Он не выдает, заперся там, не пускает посетителей. Это кто? Потапчук прежний, да. Избивает некоторых посетителей, это видно просто на видеозаписях, чем он там занимается. Это он в приемный день так людей принимает. Вот от этого, как бы, гражданина метили начальники территориального управления будущего. То есть зайти туда и вы не можете тоже? Да там даже простые люди не могут зайти, простые посетители. Приемный день даже не могут зайти. Занимается беспределом, самоуправством. Будут заявления, соответственно, в полицию, будем привлекать его к уголовной ответственности. Ну, сейчас он там, да, получается? Да, заперся там с ЧОПом. Хорошо, спасибо большое. По поводу полномочий. Да, давайте. Да, добавлю просто. Во-первых, у нас, да, закон о округе вступил в силу 6 февраля. Но полномочия по пятому, согласно пятой статье этого закона об округе, об объединении территорий в округе Денцовский. Согласно пятой статье, все полномочия у нас оставались до начала работы органа, вновь избранного органа самоуправления. Совет городской избрали. Первое заседание прошло, поэтому я как глава и депутаты потеряли свои полномочия. Но на переходный период до формирования территориальных управлений у администрации остаются полномочия. А, то есть они пытаются как раз оспорить, что вы незаконно назначили... Нет, когда я назначал, полномочия были. Я назначал 19 апреля, 20-го был совет апреля, и только 21 апреля состоялись выборы, а первое заседание вообще 30 апреля прошло, совету городского. Поэтому все полномочия были. А какой пункт, скажем так, они пытаются оспорить, если вы понимаете? Пока обвинения не предъявлены, сказать не могу, что именно считают они незаконны. С формальной точки зрения все законно, распоряжение, совет, остальное будет суд разбираться, если до него дойдет. Я поняла. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.